В Екатеринбурге в половине седьмого часа вечера на перекрестке двух неравнозначных дорог Амунсена и военного флота приключился замес с участием двух неравнозначных машин микроавтобуса Ford Transit и дамской мелколитражки Toyota Yaris Несмотря на лютейшую разницу в весовых категориях, болиды все же имеют общее, это красный цвет Декорация такая, барышня, ну как тоже барышня, 43-летняя дама на мелкой Toyota с мужчиной на месте смертника катилась по улице военного флота от советских женщин в сторону печатников При выезде на нерегулируемый перекресток с Амунсена дама должна была посмотреть на знаки свыше которые ей сообщали, уступи, ну хорошо, с учетом 43-летнего возраста, уступите пожалуйста дорогу ибо Амунсена не только главнее, но и шире, и длиннее, и прекраснее, и белее Однако на Амунсена уже много лет существует, казалось бы, странная традиция Автопилоты, которые едут по главной, из милосердия и сострадания останавливаются перед многочисленными второстепенными выездами на Амунсена из цыганского поселка и пропускают машины, то есть дают им возможность выехать на главную вопреки знаком В противном случае со второстепенки на Амунсена не выехать в вечерний час пик вообще никогда Ибо что такое Амунсена? Это одна из важнейших артерий, по которым горцы по вечерам возвращаются из центра полуторамиллионника в юго-западный спальник Ну и дальше в новые околодки Академ, Краснолесье и Ижи с ними Так вот в тот момент, когда дама с трехлетним стажем пилотирования на красно-мелкой Тойоте Ярис выезжала с военного флота на главную Амунсена Добрые пилоты на ближней полосе ее пропустили, дали выехать Пилотка на радостях рванула вперед, насквозь через Амунсена и видимо совершенно забыла посмотреть направо Хотя она сама уверяла позже, что яркий красный Форд Транзит на дальней полосе справа вроде как увидела Ну типа далеко, дескать понадеялась, что успеет проскочить Но не успела И по сути подставила своего пассажира на месте смертника вероятно не чужого ей человека ровно под удар огромного и тяжелого по сравнению с Ярисом Транзита Давайте послушаем фордовода Рустама со стажем руления 10 лет и нулем в графе НПДД который оказался единственным участником замеса не повредившим свое физическое здоровье Я прямо оттуда, до Амунсена В сторону Шерса? Да И как до такой выбора зашло? Ну просто девушки это пропускали оттуда Она вышла с этой улицы Не знаю улица какая она называется По-моему военная Оттуда она вышла, просто не смотрела туда А я по прямой, не исперл тормозит Что-то пострадал? Да, трое, двое пассажиров Мой один пассажир, а там водитель и пассажир Сильно пассажир пострадал? Нет, там не Не знаю, в больницу выжили всех Медики скорой надиагностировали 43-летней виновницы замеса Повреждения ребер и тупую травму живота Ее 38-летнему пассажиру, принявшему удар на себя Перелом ребер, что неудивительно А больше удивительно то, что он вообще выжил В этой скромной по размерам будочке на колесиках Вероятно боковые подушки выполнили таки свою миссию И еще перелом ребер врачи надиагностировали 30-летнему пассажиру «Форда» Механизм получения такой травмы не совсем понятен Ну, видимо, он сломал ребра о ремень Ибо по данным ГАИ, все участники автобитвы были обременены Ну а ГАИшники на пассажок напоминают по мотивам этого замеса Будьте осторожны, аккуратны, бдительны И уступайте дорогу на нерегулируемых перекрестках Имеется ввиду, уступайте ее согласно знакам Уступайте тем, кто едет по главной На Аммунсенаже по вечерам какая специфика? В сторону юго-запада машины гуськом еле плетутся Зато в сторону центра пусто и раздольно И там скорости весьма высокие Потому и получился такой жесткий замес с тремя покалеченными Главное, оба мужика, сломавшие ребра, вообще в замесе невиновны Вот возникнет сейчас у Бога потребность сделать из их ребер женщин Какие они получатся? Косые? Кривые? Недовольные? Нервные? Нет! Надломленные!